Всем привет дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу о такой замечательной вещице как электронный термостат термореле в корпусе с розеткой. В чем суть данного устройства? Данный прибор позволяет автоматически размыкать и замыкать электрическую цепь в зависимости от температуры. Диапазон рабочей температуры от минус 40 градусов до плюс 120 градусов, что позволяет использовать данный прибор в различных целях. От подогрева воды в дачном увальнике до контроля температуры в инкубаторе. Пройдемся немножко по корпусу устройства. Как вы видите корпус у него темного цвета, имеется встроенная розетка, имеется датчик температуры. Датчик температуры является влагонепроницаемым, поэтому можете опускать его в воду. А сам прибор лучше в воду не опускать. Имеются две кнопки с этой стороны. Эта кнопка похожа на кнопку включения, однако она и не является. К этому мы потом вернемся. И с этой стороны две кнопки. Имеется шнур для подключения в розетку. Ну в принципе и все. Мы видим здесь, что данное устройство рассчитано на 10 А тока. Но на 10 А я не проверял, но я подключал 1,5 кВт нагрузку, с которой данное термореле отлично справлялось. Дальше я не рисковал. Кнопка с изображением значка Power это Hard Reset. Зажимаете его и все настройки устройства сбрасываются. Чтобы попасть в меню, нужно зажать на несколько секунд кнопку с буквой S. Отлично. Мы находимся в меню. Первый пункт P0 является вариант выбора режима сценария. Нагрев или охлаждение. Нагрев или охлаждение. Выбираем нагрев. Идем далее. Пункт P1. Это выбор температуры. Вы устанавливаете температуру, при достижении которой реле будет выключено. Поставим 20 градусов. Отлично. Идем далее. Пункт P2. Пункт P2 является задержкой во времени. Прибор позволяет устанавливать задержку до 10 минут. То есть, температура опускается ниже 20 градусов, но реле не срабатывает. Оно срабатывает через определенное время, которое вы здесь выставляете. Оставим этот пункт неизменным 0. Пункт 3. Это гетерезис. Или разница температур. Здесь вы выставляете разницу температур, при которой реле будет срабатывать. То есть, если у нас 20 градусов стоит, то при опускании температуры на 5 градусов, реле будет срабатывать. Нагревать с помощью подключенной нагрузки, допустим, окружающий воздух до 20 градусов и снова отключаться. И снова будет включаться при достижении температуры окружающей среды в 15 градусов. Вот и все. Ничего сложного. Зажимаем кнопку меню. Оказываемся в меню. Выполняем необходимые нам настройки. И чтобы выйти из меню, нажимаем кнопку Power. В качестве нагрузки у нас будет выступать зарядка для шуруповерта. Подключаем сеть. И мы видим, как мигает светодиод. Итак, те настройки, которые мы выставили ранее, я сохранил в приборе. И теперь при нагреве выше 20 градусов нагрузка должна отключаться. И включаться снова при достижении температуры меньше на 5 градусов, тем ту, что мы выставили. То есть, при достижении 15 градусов нагрузка снова включается. И отключается при достижении 20 градусов. Что ж, проверяем. И прибор отключен. А теперь охладим датчик. Так мы видим, температура опускается. 15 градусов. И реле щелкнуло. Прибор включился. Этот прибор, как вы могли уже догадаться, является некой доработкой термореле W1209. Только он рассчитан на мощности побольше, обладает корпусом, кнопками управления. И самое главное, он имеет встроенную розетку для подключения нагрузки, вентилятора, обогревателя или что у вас там. Эти доработки превращают этот термореле в полноценный прибор. Не нужно ничего придумывать, колхозить. Включайте в розетку и пользуйтесь. Как я вам это уже показал. Ссылка на данный прибор будет в описании. Вы можете его купить на Алиэкспресс. Однако сейчас его не стоит покупать. Дело в том, что на Алиэкспресс очень скоро уже стартует распродажа. На распродаже цена на него упадет на процентов так 20 и составит где-то 11 долларов, может 10 долларов. И по этой цене его стоит покупать. На этом у меня все. Спасибо вам за внимание. И до новых встреч.